74 представителя трех важных для предприятия Курган Стальмоз профессий демонстрировали в субботу свое мастерство и точность действий. Да, это основные профессии. Это газорезчики, как я сказал, сварка. У нас завод по металлическим конструкциям, по сварным конструкциям. Ну и, конечно, мы выпускаем такие изделия, что без кранов ничего не сделаешь. Главными критериями оценки на практике выступили качество и скорость выполнения. Сначала теория. Это, в общем, вкусно, так сказать, рассказать, что там знаешь о кране, его устройство и порядка смены приемки, передачи. Потом, значит, на практике показываешь, что умеешь. И эти неисправности крана. Конкурс среди машинистов мостовых кранов оказался самым зрелищным. Несмотря на преобладание среди участников представительниц слабого пола, задачи они выполняли серьезные. Прохождение змейки. Десять столбиков должны остаться стоять на своих местах. Попадание груза в мишень приравнивалось к стрельбе в тире. Каждый круг дальше от центра снимал баллы. На оба задания давалось только 10 минут. Сами участники конкурса, они, во-первых, готовятся, во-вторых, естественно, не переживают. Каждый хочет занять какое-то, значит, призовое место, потому что это стимул в работе. И плюс показывают свое мастерство. А мастерство для нашего завода – это самое главное. Ну, естественно, мы заинтересованы, чтобы молодежь больше принимала участие, потому что у них вся трудовая жизнь, вся трудовая деятельность еще впереди. Конкурсы профессионального мастерства на предприятии давно воспринимаются не как соревнования, а как праздник труда. На эти состязания рабочие приходят с семьями. Молодежь приобщается к заводским традициям, а победный дух конкурсантов поддерживает эстрадными номерами. Это традиция нашего завода. Мы в советские времена еще проводили конкурс профессионального мастерства, проводили его и в 90-е годы, когда было трудно с экономической точки зрения. Проводим и сейчас. Победители конкурса примут участие в областных и региональных соревнованиях. Марина Белкина, Василий Малухин, Александр Менщиков, информационное агентство Курганру.